МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Азов.Инфо в студии Александр Кучец. О главных событиях дня в материалах наших корреспондентов. Сроки сдачи в эксплуатацию Петровского бульвара переносятся. 30-летний юбилей отметила Азовская специальная школа номер 7. Будут ли давать многодетным семьям участки в черте города и когда отремонтируют лестницу смотровой площадки? Ответы на эти вопросы в рубрике «Вопрос главе администрации». Сегодня глава администрации Владимир Рощупкин совместно с представителями коммунальных служб города и заместителями совершил еженедельный объезд, на котором присутствовали наши корреспонденты. На сегодняшний день, по мнению главы администрации Владимира Рощупкина, в городе проводятся многомасштабные работы по фрезированию и асфальтированию дорог на улицах города, а также замене дорожного полотна в частном секторе по профилированию и уплотнению их фалом. Сегодня мы, как и обещали на встречах с жителями, работаем по фалу нижней девятой школы, на линиях, на горной. Ну, собственно, те обещания, которые были даны летом, вот сегодня они продолжают исполняться. Ну и помимо, конечно, этих участков, весь фал, который снят, он сегодня, мы для себя такую задачу поставили, пока погода позволяет, весь этот фал освоить на грунтовых дорогах, на грунтовых дорогах в частном секторе, в принципе, объем еще достаточно большой. Из-за ветреной погоды по улицам наблюдается разброс листвы, что, по мнению главы администрации, очень повлияло на санитарное состояние города в целом. В связи с этим было дано поручение коммунальным службам усилить контроль по уборке. Еще одним объектом еженедельного объезда – Петровский бульвар, которому уделяется пристальное внимание. Есть сегодня ряд вопросов, значит, сроки завершения работ у нас – это начало декабря, ну, мы для себя пока так это оцениваем, начало, первая декада декабря, ну, в любом случае, подрядчику задачи поставили сегодня активизировать работы, необходимо усиливаться там, ну, мы видим, что еще фронт работы достаточно большой, ну, и темпы неплохие. Ну, и при этом нужно учитывать вопросы качества работ, вот это отдельная история, мы вместе с подрядчиком отрабатываем, есть, конечно, участки, которые однозначно придется переделать, потому что даже вроде бы уже, допустим, выложенная плитка, она сегодня подвергается механическому воздействию, движение специального транспорта, который там подвозит строительные материалы, ну, и они, конечно же, вредят эту плитку. Подобного рода проблемы уже озвучены подрядчику и будут исправлены к сроку сдачи объекта. Ивана Пажельцева, Александр Кучес, Азов.Инфо После двухнедельного перерыва мы продолжаем рубрику «Вопрос главе администрации». Здравствуйте, скажите, пожалуйста, если бы вы встретили главу администрации, какой вопрос вы хотели бы ему задать? Я бы хотела задать вопрос, почему жители Мичуринца-3 не записывают на прием главе администрации. И хотелось бы задать еще один вопрос, очень глобальный. В сентябре месяце я с телекомпанией «Пульс» вызывала муниципальную инспекцию для зачистки территорий, прилегающих к Мичуринцу-3. Там постоянно вывозится бытовой мусор и строительные отходы. Никто этим не занимается, никто ничего не убирает. Территория принадлежит, как уже совместными усилиями было, мы посмотрели, принадлежит ООО «Орион-Юг». Собственник не занимается этой территорией. Муниципальная инспекция не чистит территорию. Все этот смог, грязь летит оттуда. Иногда возникают пожары. Пожалуйста, решите этот вопрос. Он очень глобальный для Мичуринца-3. Еще бы неплохо было бы построить все-таки там площадку под мусорные баки. И баки дать в бессрочную аренду, потому что мусор выбрасывать людям некуда. То, что касательно приема, у нас нет ограничений на прием главе администрации всех граждан города Азова в праве записаться. Возможно, вопрос был связан с необходимостью предварительной проработки кем-то из курирующих заместителей. И общественная приемная поэтому предложила сначала пройти на прием к заместителю соответствующему. Либо был уже укомплектован прием на ближайшее время, и поэтому по этой причине могли не записать на указанную дату, предложить, может быть, другое время. То, что касается мусора, ну, давайте так, я в любом случае поручение отдельное, значит, муниципальной инспекции дам, и на контроль это заместителю по вопросам ЖКХ мы поставим. Касательно проблемы складирования, несанкционированного складирования там мусора, для меня эта проблема здесь новая, не озвучилась она раньше нигде. Скажите, пожалуйста, если бы вы встретили главу администрации, какой вопрос вы хотели бы ему задать? Ну, по поводу многодетных семей. Почему им не выделяют участки в черте города, а вот там, на выселках? Они и сейчас выдаются в черте города. Поселки Светлые 1 и Светлые 2, которые были сформированы согласно генерального плана для предоставления многодетным семьям, они находятся в городской черте. Да, это не центр города, но, тем не менее, согласно генплану, это город. Взять сегодня и, допустим, часть участков начать выдавать последующим многодетным семьям в других местах, ну, на мой взгляд, это будет несправедливо, потому что некоторые люди уже там 6 и больше лет ожидают подведения коммуникации, и пока еще это не произошло, а другие люди будут получать, может быть, в другом месте, ближе к коммуникациям, и при меньшем ожидании получать гораздо больше гарантии там строиться. Ну, это, наверное, неправильно, поэтому мы сегодня занимаемся администрацией все-таки решением вопроса подведения инженерной транспортной инфраструктуры. Я уже неоднократно информировал, что мы сегодня подали заявление о включении в соответствующие государственные программы. Это тоже вопрос не быстрый, но эта работа уже начата, и, собственно, есть перспектива, что когда-то это произойдет. Скажите, пожалуйста, если бы встретили главу администрации, какой вопрос вы хотели бы ему задать? Ну, по площадочке. Вот одна закрыта, смотровая площадочка, а другая часть открыта. Когда будет открыта, вторая часть. Может быть, ремонт, может, что-то другие, какие-то нюансы. Хотелось бы знать. Да, хотелось бы знать, почему. Ну, пока, да, пока небезопасно. Пока небезопасно по одной стороне спускаться. Мы ее специально сегодня, ну, скажем там, заварили, потому что сначала, когда вешали туда ленту, ее просто срывали, ну, и люди ходили самостоятельно. Да, та сторона сегодня вызывает у нас самые большие вопросы, мы ее закрыли временем. На 2020 год мы выходим, значит, на областной конкурс. Мы уже вышли, и мы уже, собственно, там победили на областном конкурсе с проектом благоустройства. Это первый этап. Это как раз-таки начиная от смотровой площадки и до подвесного моста. Сегодня изготавливается проектно-сметная документация, считают там специалисты, соответственно, эксперты, сколько будет, сколько необходимо потратить средств на все эти работы. Но, согласно, опять же, областной программы «Комфортная городская среда», эти работы должны быть выполнены в 2020 году, то есть в следующем году. Поскольку, ну, нецелесообразно, как я уже сказал, косметический ремонт, мы это включили сюда, эти работы в капремонт. Все это будет выполнено в рамках комфортной городской среды, в рамках благоустройства набережной. И предполагается на сегодняшний день первый участок, первый этап. Это вот как раз-таки смотровая площадка, лестница, пандусы для маломобильных групп населения и тротуар до подвесного моста. Вот реконструкция вот этой части. Национальный проект образования включает в себя 10 федеральных проектов, в том числе современная школа, участником которого в 2019-м в год своего 30-летия стала Азовская специальная школа номер 7. Сегодня это учебное заведение посетил заместитель министра образования Ростовской области Петр Серов. Азовская специальная школа номер 7 торжественно отметила 30-летний юбилей. Сегодня это не просто образовательное учреждение для детей с особенностями развития, но и Центр методической, психолого-педагогической, консультативной помощи детям Азова и Азовского района, а также участник федерального проекта «Современная школа». В рамках реализации проекта уже обновлена инфраструктура, материально-техническая база, открыты специально оснащенные учебные кабинеты и мастерские, где дети получают не только общее образование, но и уверенные профессиональные навыки. В рамках нацпроекта приобретено оборудование для кабинетов поварского дела, прикладного искусства, картонажно-переплетного мастерства. По словам учителя технологии Андрея Миссюры, прежде чем принять решение об открытии кабинета для обучения переплетчиков, было проведено исследование рынка профессий. Как мы вообще пришли к этому? Мы изучили рынок труда и увидели, что есть большая нехватка в переплетчиках, и поэтому решили открыть данный кабинет. Один из увлеченно осваивающих переплетное дело – ученик 7 класса Алексей Иванов. Я научился делать блокноты, календари, визитки, настольные календари. Мне нравится что-то делать своими руками, собирать собственным трудом. Я пользуюсь собственным блокнотом, который я сделал себе сам. Ребята занимаются изготовлением декоративно-сувенирной продукции, настольные календари, настенные календари, визитки, изготовление блокнотов. Также мы занимаемся ремонтом поврежденных книг, то есть мы делаем переплеты. Дети здесь получают не только общее образование, но и профессиональное. В этом году наша школа получила рецензию на профессиональное образование. Ребята после выпуска вместе с аттестатом получают удостоверение переплетчика и смогут работать на реальном предприятии. Азы поварского дела дети постигают под руководством учителя технологии Валентины Прохоровой. После того, как наша школа вошла в десятку лучших школ, наш кабинет разительно преобразился. Здесь был сделан прекрасный ремонт. Мы получили современное оборудование и мебель. Класс теперь наш используется многофункционально. Здесь можно проводить индивидуальные работы, работы в группах, работы в парах. Каждая тема у них вызывает интерес. Это им пригодится и в будущем, и как в профессии, и лично, непосредственно для своей жизни. В кабинете декоративно-прикладного искусства под руководством Нины Савельевой ребята обучаются бисероплетению, вышивке, лоскутному шитью и другим видам рукоделия. У нас есть оборудование новое. Это у нас настольные станки для вышивки, станки для бисероплетения у нас есть. И можно не только плести из бисера, но можно еще и заниматься бисерным ткачеством. По словам директора школы Инны Поповой, участие в проекте «Современная школа» уже принесло специальному образовательному учреждению много положительного. Школа станет светлой, уютной, отвечающим велением времени. А главное, жизнь наших детей станет комфортной и безопасной. И я надеюсь, в нашей Азовской школе номер 7 все получится. И мы заверяем Министерство общего образования, что у нас получится, и мы дальше будем двигаться в этом направлении. Поздравляя коллектив 7-й школы с юбилеем, заместитель областного министра образования Петр Серов признался, что находится под сильным впечатлением от увиденных позитивных перемен. Если коротко сказать, то вы вложили душу. То, что я сегодня увидел, действительно сделано с душой. Вам низкий поклон, я думаю, родители и общество в том числе, потому что мы это особые дети. Мы понимаем, что их не научим математике, физике и так далее и тому подобное. Но лимитарным навыкам самообразования, лимитарным навыкам социализации в жизни, конечно, здесь научим. Я думаю, будут благодарны родители и общество вам за это. Видишь, здесь добрые лица. Знай, этим можно гордиться. Слышишь, как этот мир тебя любит. Хочешь, значит, всегда так и будет. Не назрешатся, мне не назрешатся, мне не назрешатся. В каждом стаде, в роженном стыдце, моя страна. Огромное, как детство, которой нет ни края, ни конца. Татьяна Ивашенко, Алексей Покатило, Азов.Инфо. За минувшие две недели на территории Азовского района отделом надзорной деятельности и профилактической работы зафиксировано 20 пожаров, в трех из которых сгорели домовладения. В настоящее время на улице установилась ветреная погода, которая способствует быстрому распространению огня. О том, как избежать возгорания, а также подробности происшествий, нам сообщил начальник отдела Олег Развазский. Пожары происходили в домовладениях в село Александровка 1 ноября, 13 ноября, также в селе Александровка. Этого же числа в поселах Усть-Койсов загорание дома и загорание строительного вагончика на территории стройплощадки. Сегодня произошел резонансный пожар в хуторе Обуховка, загорелась сухая растительность. Выездом на место было установлено, что произошел переплет проводов, вследствие чего провод упал на землю, произошло возгорание. Был элакуирован детский садик из-за того, что было сильное задымление, а не из-за того, что к нему подходил близко пожар. Убедительная просьба к гостям и жителям города Азова и Азовского района, выезжая на природу, находясь на природе, не сжигать сухую растительность, пользоваться спичками только в случае необходимости, окурки не бросать на землю, не допускать в случае возгорания сухой растительности, тем более не полить при таком ветре на своих приусадебных участках. Перед началом отопительного сезона убедительная просьба проверить печи дымоходов, не использовать в быту не сертифицированные электроприборы, а отопительные приборы. При разжигании печей на твердом топеле не использовать легко воспламеняемые жидкости, бензин, керосин и так далее. А мы напоминаем, на нашем канале работает рубрика «Мобильный репортер». Если вы оказались очевидцем какого-нибудь интересного события, либо правонарушения, снимайте видео на камеру своего мобильного телефона и присылайте на наш номер WhatsApp, который вы видите на своих экранах. 8 950 858 33 67. Будем делать новости вместе. Присланные фотоматериалы для данной рубрики не принимаются. На сегодня это все. Далее выпуск программы «Бум» Азовского арт-медиа-центра. Подписывайтесь на нас в инстаграме «Пульс нижнее подчеркивание Азова», а также в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Ютуб. А я прощаюсь с вами. Всего доброго. Хороших выходных. В субботу 16 ноября ясно. Днем плюс 11, плюс 13 градусов. Ночью плюс 2, плюс 4. Ветер восточный 7-8 метров в секунду. Влажность воздуха 55%. Уровень воды в реке Дон на 98 сантиметров ниже нормы. Температура воды плюс 8 градусов. Атмосферное давление 770 миллиметров ртутного столба. В воскресенье 17 ноября ясно. Днем плюс 11, плюс 13 градусов. Ночью от плюс 3 до плюс 4. Ветер восточный 5-6 метров в секунду. Влажность воздуха 59%. Уровень воды в реке Дон на 98 сантиметров ниже нормы. Температура воды плюс 7 градусов. Атмосферное давление 771 миллиметр ртутного столба. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!